Всё самое плохое для России уже позади. Произошел перелом. Сегодня все больше стран понимают, что санкции не дают эффекта. Нужно договариваться с Россией, а не пытаться исключить её из мирового конкурсия. Слова Си Цзиньпина, о переменах которых не было сто лет, они получили очень широкий разум в мире. Такой широкий, что даже я начал этими словами свою новую книгу, которая вышла только в сентябре. Книга посвящена как раз тем изменениям, которые происходят в мире, и различным концепциям учёных мировых, которые объясняют эти изменения. Поэтому действительно мы живём в интересное время. Сложно жить в такие времена. Мы как учёные имеем специальную возможность, шикарную возможность, не просто наблюдать за ними, но и пытаться их ещё осмыслить. И пытаться спрогнозировать, что же будет дальше. Я возглавляю Всероссийский Центр изучения общественного мнения. Мы работаем уже 37 лет. И вот мой предшественник, на посту директора Юрий Леван, известный русский социолог, он говорил, общество легче понять не в стабильном состоянии, а в состоянии резких изменений. Потому что, когда происходят изменения, то, что было скрыто под поверхностью, оно оказывается видно. И Россия, как всегда, в авангарде, впереди этих изменений. Так было 100 лет назад. Вот так, похоже, происходит и сегодня. Это благородная миссия, но очень тяжёлая. Другие страны, в том числе Китай, могут наблюдать за нами и извлекать уроки. И не повторять наших ошибок. О текущей ситуации в России я хотел рассказать только об одной концепции, которая рассказывает, как изменилось российское общество в течение последних буквально полутора лет. Факторов, которые сегодня определяют происходящее в мире, очень много. Но, конечно, для России сейчас главный такой фактор – это конфликт на Украине. Для нас это не конфликт с Украиной, а это конфликт с Западом, который управляет Украиной. Так как Россия долгое время пыталась стать частью Запада, то получается, что это и конфликт внутри самой России. Таким образом, этот конфликт имеет как минимум три измерения. Первое – это конфликт между Россией и Украиной на поле боя. Военный конфликт. Второе – это конфликт между Россией и Западом. Это экономический, дипломатический конфликт. И это конфликт внутри России. Он такой идеологический и политический. И существует концепция, которая называется «Четыре России». И эта концепция описывает, как вот эти все конфликты повлияли на состояние российского общества. Первая Россия – это воюющая Россия. Это примерно 15% населения, для кого главное сегодня – это победа. Они требуют, чтобы вся страна работала на победу. И, по сути, возобновляют наш лозунг времен Великой Отечественной войны. Все для фронта, все для победы. Вторая Россия – это, мы ее называем Россией столичная. Прежде всего, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, крупных городов. Ну и в целом, это такой слой населения, зажиточный, который получал выгоды от 30 лет капиталистического развития. Россия, значит, самый большой выгоды получал. А сегодня, значит, он в шоке, да, и он пытается этот слой как-то отжить так, как будто ничего не изменилось. Пытается игнорировать вот эту новую тяжелую военную реальность. Третья Россия, мы ее называем «Глубинная Россия», ну, можно еще сказать «Провинциальная Россия». Это основная часть населения, которая живет за пределами самых крупных городов, которая не богата. Но последние полтора года она получила очень хороший импульс. Снова заработал военно-промышленный комплекс, исчезла безработица, пошли вверх зарплаты, деньги пошли в регионы. «Глубинная Россия» сегодня себя чувствует гораздо лучше, чем прежде. И последняя, так называемая «уехавшая Россия» – это самая малочисленная Россия. Точных цифр нет, но самые такие заслуживающие доверия оценки говорят, что у нас в течение полутора лет уехало 750 тысяч человек в стране. Это самая глобализированная часть нашего общества, которая ментально, идеологически очень тесно связана с Западом. И эта часть общества восприняла происходящее как трагедию, как крушение всех надежд. Она не может жить дальше здесь, в стране, которая воюет с Украиной. И, в общем, эти люди разъехались далеко в разные страны. Израиль, Америка, Германия и так далее. Правда, половина из них уже вернулась. Вот такие четыре России, конечно, это грубая такая оценка. Можно более четко, более тонко делать. Но вот, мне кажется, этот подход хорошо описывает сложность ситуации в стране, которая воюет. Что важно понимать? Три из этих четырех Россий объединены вокруг Путина. Для воюющей России Путин – это верховный главнокомандующий. Для глубинной России Путин – это человек, который дает деньги и гарантии. Для столичной России Путин – это элемент стабильности. А именно стабильности сейчас совершенно не хватает. У нас через четыре месяца выбора президента. Я уверен, они пройдут очень хорошо. Уже сейчас рейтинг Путина около 75%. Думаю, на выборах он точно наберет не меньше 75%. Серьезных альтернативных кандидатов нет. Страна понимает, что сейчас главное – это выиграть войну, а потом уже решать все свои внутренние процедуры. Самое важное, что надо понимать. Все самое плохое для России уже позади. Произошел перелом к лучшему. Этот перелом произошел на фронте. Ситуация сегодня для нас с каждым днем улучшается, для Украины ухудшается. Этот перелом произошел в международных отношениях. Сегодня все больше стран понимают, что санкции не дают эффекта. Нужно договариваться с Россией, а не пытаться исключить ее из мирового хороста. Этот перелом произошел в экономике. Мы адаптировались к новой жизни в условиях санкционного режима, санкционных ограничений. Нашли способы обеспечить устойчивость. И ситуация также улучшается. И этот перелом произошел в сознании людей. То, что раньше казалось катастрофой, невозможным, сегодня превратилось в норму. Да, идут военные действия, но страна живет, страна развивается, страна делает успехи, которые даже раньше казались невозможными. Да, то есть общество обрело новую устойчивость. Вот такое развитие событий очень многим в мире кажется непонятным. Прежде всего Западу. Их прогнозы были совершенно другие. И когда Путин еще в июле сказал, что украинское контрнаступление провалилось, на Западе были убеждены, что наоборот оно ведет к победе. Только спустя 3-4 месяца, вот мы сегодня видим, наконец они признают, да, контрнаступление провалилось. Извините, но мы это сказали еще в июле. Я понимаю, что играет роль военная пропаганда, но эта военная пропаганда, пропаганда Запада, прежде всего, и Украины, она имеет большой эффект и на незападные страны. Возьмем пример Индии. Там читают английские газеты, и американские газеты и делают выводы о происходящем в России, на Украине, основываясь на этой западной информации, которая имеет мало общего с действительностью. А что уж тогда говорить об Африке, что говорить об Латинской Америке. Все они формируют свои оценки, свои мнения на базе того нарратива, который создают США и Великобритания. Этот нарратив формируют западные политики, западные аналитические центры, и западные средства массовой информации. Если бы, скажем, англичанин или американец рассказывал о том, что происходит в Китае, он бы нам сказал, что вы авторитарная, капиталистическая, недемократическая страна, которая несет угрозу миру. Чего нам не хватает? Нам не хватает сильных средств массовой информации мирового уровня. Думаю, мы все должны искать пути создания вот таких альтернативных каналов информации для того, чтобы мир знал правду. Поэтому общей задачей России и Китая я вижу формирование альтернативных нарративов. Я очень рад, что в Китае реализуется инициатива по созданию 25 аналитических центров высокого уровня. Это большое дело, очень необходимое не только Китаю, но и всему миру. Мы должны разрушить монополию Запада на доминирование своего нарратива. Мы видим пример формирования собственного китайского нарратива о происходящем в Китае. Продолжение следует...